Пока Трамп готовит нужные слова для участников Давоса, его вице-президент уже произвел впечатление на израильских депутатов. Он произнес в местном парламенте речь, которую сразу же назвали сенсационной. Почему, зная Сергея Ослендер. Визит Майка Пенса в Израиле уже называют историческим. Американского вице-президента здесь встречали как очень дорогого гостя. Для проезда его кортежа перекрыли трассу номер один Иерусалим-Тель-Авив, чего обычно не делают даже для первых лиц государства. Пенс побывал на святых местах, посетил стену плача и мемориальный комплекс Ят-Вашем. Но главной частью его визита, безусловно, стала речь в Кнессете, которую арабские депутаты пытались сорвать, устроив провокацию. Но бунтовщиков скрутило и вытолкало из зала охрана парламента. Арабы обиделись на Белый дом за признание Трампом Иерусалима, израильской столицей. А палестинский лидер Махмуд Аббас из-за этого даже отказался встречаться с Майклом Пенсом. В своей речи Пенс наговорил много хороших слов про Израиль и его народ, про бурное развитие государства. Но это были лишь комплименты, своего рода вишенка на торте. А вот сам торт как раз состоял из двух важных частей. Во-первых, Пенс официально объявил, что до конца 2019 года Соединенные Штаты перенесут свое посольство в Иерусалим. Это вопрос решенный, таково распоряжение Дональда Трампа. А во-вторых, он сказал, что Штаты полностью разочаровались в ядерной сделке с Ираном и намерены ее аннулировать. Этот договор – катастрофа, и Соединенные Штаты Америки больше не ратифицируют это плохо продуманное соглашение. Ранее в этом месяце президент временно снял санкции с Ирана, чтобы дать время Конгрессу и нашим европейским союзникам для принятия более строгих мер. Но в то же время он ясно дал понять, что это в последний раз. Если Иран не остановит свою ядерную программу, Соединенные Штаты немедленно выйдут из иранской ядерной сделки. Вообще-то это самая настоящая сенсация. В Израиле по этому поводу настоящий праздник. Ядерная программа Исламской Республики на сегодняшний день для еврейского государства – главная стратегическая угроза. Что же до конфликта с палестинцами, то вот тут Пенс как раз ничего нового не сказал. Курс Трампа в этом вопросе очень простой. Хотите мириться – садитесь за стол и договаривайтесь. Мы в это дело больше вмешиваться не хотим. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал «Интер». Продолжение следует...